Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередной мукбанг. Что у нас на сегодня? Это голубцы, грейпфрут почищенный, куда уже без него, я его просто обожаю в последнее время. Это барбарис, на азербайджанском это называют сумах. Также здесь кутабы, кутабы с творогом и обычные классические с зеленью. У нас на рискинском языке это называется афарар, а в Дагестане я знаю, что их называют чуду. Кто из Дагестана, вам тоже огромный привет. Ну что, приятного аппетита всем, кто кушает, а всем, кто держит пост и смотрит мои мукбанги, это вообще, наверное, каторгам. Вам терпение, мои хорошие. Или хотя бы смотрите видео вечером, когда вы уже садитесь кушать. Я же всего в день выкладываю там один мукбанг, и то через день порой бывает. Так что можете эти видео смотреть вечерком. Потому что на голодный желудок смотреть это, в общем, мне кажется, очень сложно. Очень крутая погода. Прям супер. У меня есть немножко дела, которые нужно решить именно сегодня. А так вообще дома не сидится. Прям, знаете, весна. Прям чувствуется весна. Мне кажется, на улице где-то 18 градусов. Можно даже без куртки ходить. Хотя мне надо купить себе новую какую-то кожанку. Потому что у меня нет. У меня два пальто. Один. Один пуховик. А чего там? Какого-то легкого нету. Я немножко посмотрела в инстаграме. В разных магазинчиках. Где что можно купить. Вроде ничего не нашла. Везде, знаете, одно и то же. Плюс-минус одно и то же. Как будто все закупаются у одного человека. Мой пуховик, который цвета хаки, который я покупала в зале. Я когда в нем хожу, просто все в нем, в моле. Я знаю, что кому-то нам все равно там. Ну и что, что все как из инкубатора. Меня это немножко смущает. Недавно я была в метро. Я, честно, очень люблю метро. Даже больше, чем автобус. Или просто на машине, когда еду. Возможно, это связано с тем, что я постоянно одна. То есть я дома, и я ни с кем не общаюсь. Мне хочется видеть людей. Мне хочется выходить в социум. Смотреть, как другие девушки одеваются. Раньше, когда я работала... Вы знаете, мне хотелось сделать разные макияжи. Не чтобы привлечь противоположный пол, а чтобы другие девушки посмотрели на меня и подумали, вау, какая молодец айка. Она сделала новый макияж. Хотелось смотреть на других людей, как кто одевается. В общем, когда я бываю в метро, мне так нравится рассматривать людей. И вот последний раз, когда я была, я заметила девушку, которая сидела напротив меня. И она была одета в стиле где-то 2005-2010 года. Кто плюс-минус моего возраста, тот наверняка поймет, о чем идет речь. Это были длинные арочные ногти с венделями. Причем дизайн на всех 10 пальцах выглядел очень красиво. Но она как будто реально из 2010 года. И это было настолько красиво. Она все сочетала. Вот это вот у нее джинсы на низкой посадке. В общем, все-все-все, что было тогда модно, было на ней. Я прям любовалась ее. Вот представьте, подобный человек снимет какой-то тикток и в комментариях начнется. Токсичные люди. Фу, безвкусица. Ты что, из 2010-го? Боже. В нашем обществе мне как раз-таки это не нравится. То, что люди очень смело выражают свои мысли, не думая, что они могут задеть кого-то своими словами. У меня очень лояльная аудитория, но частенько, когда я вижу подобные комментарии, меня это жутко злит. Почему вы не даете человеку самовыражаться так, как хочет он? Зачем вот это все нужно? Особенно девушке. Мне наоборот нравятся люди, которые отличаются от всех нас. У меня была одногруппница, она одевалась в стиле 80-х. И мне всегда было, как сказать, приятно на нее смотреть, потому что она не похожа на нас. Мы все как инкубатор, а она одета как-то по-другому. У нее была шляпка такая с вуалью, у нее были перчатки такие сеточные, очень красивые. И в универе тоже все очень толерантно носились к ее стилю одежды. Но токсичные люди в интернете в этом плане меня раздражают. Хотя, если честно, в последнее время, мне кажется, их становится все меньше и меньше. В том плане, что люди наконец-то начинают понимать, что это не мое дело. Зачем писать такие радости? Люди становятся добрее, и это не может не радовать. Недавно буквально наткнулась на даму, модного эксперта, которая сидела и рассуждала о доме Волочковой, какая у нее безвкусица дома, то есть это все не актуально, не модно и так далее. Просто зашла в комментарии, думала, сейчас все начнут поддерживать ее. Но, как оказалось, нет, все писали наоборот. Господа, не нам с вами жить в этом стиле, то есть если ей нравится, то окей. В общем, я мечтаю, чтобы у нас в обществе не принято было кого-то осуждать. Я сама такой человек, я очень подвержена чужому мнению. Это очень плохо на самом деле. Например, что-то, возможно, я бы одела, но я просто думаю, сейчас мне начнут писать в комментариях, кто другой, третий, десятый. Это с творогом. Я, в общем, увидела эту девушку, реально у нее было все очень красиво. Я когда была мелкая, я мечтала так одеваться в этом стиле. Но просто, когда я повзрослела, уже мода поменялась, и это уже было неактуально. То есть я не успела так походить. Но когда я ее увидела, мне прям хотелось ее рассматривать. Вообще, знаете, что я заметила? Мне не хватает общества. То есть я постоянно дома. Мне хочется с кем-то коммуницировать. И вот сегодня мне написала девочка-визажист, если вы помните, Нармина, которая меня окрасила. У нее, кстати, очень офигенная страница в Инстаграме. И она говорит, мне тоже скучно. Давай куда-то сходим. А я с удовольствием. Просто сегодня не получается. Как-нибудь на днях обязательно куда-то сходим, чем-то позанимаемся. Интересно. Я не могу сказать, что мне дома скучно, например. Что мне как-то грустно дома. Мне очень даже весело, комфортно. Меня все устраивает. Мой ритм жизни. Все отлично. Я себя чувствую максимально счастливой. Но в какие-то моменты я себя немножко чувствую одинокой. Возможно, в мое протяжение всей жизни я находилась в обществе. Сначала это была школа, потом универсия, затем работа. И вот уже три года я дома. Работа тоже у меня была сначала дистанционная. Сейчас вообще этим не занимаюсь. Но, в общем, суть заключается в том, что мне как бы не хватает людей, что ли. Нашла, кстати, танцы. Наши народные танцы. Как раз я не умею хорошо танцевать на свадьбах. Думаю, можешь начать ходить на танцы. Позвонила. А там, оказывается, группа. Группа состоит и из детей, и из парней, и из девчонок. Мне кажется, как мы там будем коммуницировать. Мне кажется, это не очень удобно будет. Было бы лучше, если была бы группа, где определенные девушки. Плюс-минус, ну, моего возраста. Мне кажется, немножко танцы у девушек и у мужчин немножко отличаются. Но если речь идет про лезгинку. Как-то все вместе. Хотя можно на пробу, не знаю, месяц пойти. Если понравится, продолжу сходить. Если нет, уже выбрать что-то другое для себя. Короче, если вы знаете, куда можно на танцы сходить, именно мне нужна лезгинка. Вот что-то такое наше, национальное. Восточные танцы или что-то другое меня не интересует. Наша чисто лезгинка интересует. Когда у нас был выпускной, я почему-то думала, вот мы зажгем там лезгинку, все наши парни будут танцевать. А как оказалось, оказывается, никто не умеет танцевать лезгинку. Я тоже, естественно, не умею. Да я один раз в Дагестане так лезгинку станцевала, чтобы меня все запомнили. Ну, не умею. И вы знаете, не то, чтобы все прям ходят, учатся. У кого-то как будто в крови. Вот девчонки, я смотрю, они никуда не ходили, не учились. Уперва она есть сестра, она так классно танцует, и лезгинку, и вообще другие народные танцы. Она никуда не ходила. Просто она чувствует ритм. Я вообще не чувствую. То есть зрелище не для слабонервных. Но всему в этой жизни можно научиться, если у тебя есть желание. Но вот желание у меня есть. Просто сейчас прилетит папа туда-сюда. Поедем в деревню. Будет не до этого. Но можно после того, как папа улетит, найти хорошее место. И пойти. Но я бы не хотела индивидуально заниматься. Индивидуально мне как-то некомфортно. Я как-то чувствую себя сверх дискомфортно. Особенно если это мужчина. Это я вообще превращаюсь в такую мышку. Если даже ничего не понятно, я говорю, понятно. Я поняла все. Лучше, если будет преподаватель девушка. И была группа. Я не знаю, как вы. Может, у меня какая-то психологическая травма или что-то. Я когда даже к репетиторам ходила, я мечтала, чтобы я сидела не одна. Возможно, это неуверенность в себе. Например, я стеснялась задать какой-то вопрос. Например, сидит группа. Я что-то не поняла. А кто-то задал этот вопрос вместо меня. И я думала, ух, класс. А когда ты одна сидишь, тебе говорят, если что-то непонятно, задавай вопрос. А потом ты его задаешь. И она говорит, я же только что это объяснила. Неужели ты не поняла? Я такая, поняла. Шучу. Обижаешь, понятно. Что-то тупая. Я помню, я ходила на английский с мальчиком. И он тоже не любил сидеть один на уроке английского. Потому что учительница была такая, знаете, строгая. И если ей что-то не нравилось, она начинала повышать голос. И мы когда вдвоем сидим, например, она что-то объяснила. И мы такие вдвоем, типа, мы не поняли. Причем мы так на друг друга смотрели. Потом такие, не поняли. Можно еще раз? Потом можно еще раз? Потом еще раз, можно еще раз? И она такая, пошли вон отсюда. Ну, в общем, не суть. В общем, был мальчик, ниджат. И мы с ним вместе сидели на английском. И были плюс-минус на одном уровне. И когда он не приходил, у меня прям мандраж. Я думаю, блин, надо быть с ней наедине. Еще час. Я сначала думала, что только у меня. Потом, когда я не пришла на занятия, он такой мне говорит, отдергивает меня и говорит, ты что не пришла-то? Я говорю, не смогла. Так, предупреждаю, говорит, я тоже не буду приходить, когда ты не будешь приходить. Я такая, ну, окей. Потом уже договаривались, вместе не приходили. А еще в классе потом уговаривали одноклассниц, чтобы они тоже ходили с нами. С этим мальчиком по характеру были очень-очень похожи. Он, если не ошибаюсь, поступил в юридический. Покидывалет. Я поступила в герб. Дальше я уже не знаю, как сложилась его судьба. В общем, кутабики были очень вкусные. Чуду тоже супер. Ссылка на все будет обязательно в описании под видео. Все, переходите, обязательно готовьте. Не забывайте ставить лайки. А с вами была Айка. Пока!